За окном все чаще светит солнце. Температура держится в пределах нуля градусов, а снег стремительно тает. Многие уже чувствуют приближение долгожданной весны. Но вот теперь традиционно влечет за собой и ямы на дорогах города. Мы спросим у саровчан, как они оценивают состояние дорожного асфальта. Очень много. Особенно весной. Вот пока ехал, так откуда я? Ну, по Ленину. Ямы есть и уже появляются при оттаивании дорог, вот как мы, в сегодняшний день. Их становится все больше. Но пока этим делом никто не занимается, видимо, еще не пора. Да везде немножко есть ямы. Ну, с этим надо бороться просто. Ямы есть, но это сезонные. Из-за того, что днем плюс, с ночью минус. Будем надеяться, что все это исправят, как только установят по часовой температуре. В принципе, удовлетворитель. Если сравнивать со всей Россией, то у нас нормальные дороги, но ямы есть. Вот в Алламасово сделали бы неплохо дорогу, конечно. Там ям много. Здесь-то нормальные более-менее. Начальник дорожного участка МУДЭП Сергей Быков подтверждает, что ям на дорогах Сарова в этом сезоне открылось много. Такое происходит, когда в трещины асфальта попадает вода, а потом температура на улице резко скачет от плюса к минусу. Рабочие уже начали устранять ямы на дорогах первой очереди, там, где проходят автобусные маршруты. Потом сотрудники ДЭПа приступят к дорогам второй и третьей очереди. Для работы используют рециклер. В него загружают расплавленный асфальт, которым закрывают ямы. Варим асфальт. Прошлогоднего после среза асфальта у нас есть срез. Мы его в битвом варим. При выходе где-то температура 180-200 градусов. Этой смесь выходим. А вот снегом потом еще покрывают? Ну, для того, чтобы он быстрее остывал, потому что температура очень большая. На ремонт ям каждый день выходят по две бригады. Но, как сказал начальник дорожного участка, сейчас это всего лишь временная мера, чтобы ямы не разрослись еще больше. В более теплую и стабильную погоду, начиная с апреля, работники ДЭПа будут фрезеровать эти ямы и делать более качественное покрытие. Ямочный ремонт на дорогах города планируют закончить в течение 10 дней. По заявкам жителей, конечно, сами мы объезжаем город каждый день, смотрим, видим. Где, если одностороннее движение, машина, нет возможности объехать, то перекрывать будем. Мы сообщаем в этих СМИ, предупреждаем граждан. Оставить свою заявку на ямочный ремонт и задать вопросы можно по телефону 9 93 40. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.